Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. В этом году у нас очень холодная весна, и сроки посадки многих овощных культур сдвинулись. Если посмотреть на огурцы, то они только еще взошли, хотя уже должны вскоре зацветать, если брать прошлые годы. В таких условиях огурцы без нашей помощи просто могут не выжить и не дать хорошего урожая. О них нужно в обязательном случае позаботиться. И сегодня я расскажу, как это сделать. Для восполнения энергетического дефицита у растений разумно использовать янтарную кислоту. Понадобится примерно 2 грамма янтарной кислоты на 10 литров воды. Действие раствора можно усилить также аммиаком. Понадобится 30 грамм аммиака, продается в каждой аптеке на 10 литров воды. Аммиак поможет справиться растением со стрессом. Полученным раствором нужно проводить внекорневую подкормку. Дело в том, что если использовать раствор для подкормки под корень, для пролива почвы, то янтарную кислоту очень быстро потребляют различные почвенные микроорганизмы. И растениям пользы будет от такого полива крайне мало. Поэтому обрабатываем растения данным раствором только по листу. Чтобы растения воспряли, понадобится примерно 2 подкормки. Хотя уже даже после первой подкормки вы заметите результат. Растения окрепнут и пойдут в рост. Так как погода холодная, растения плохо развиваются, значит они ослаблены. Имеют слабый иммунитет. А значит подвержены различным заболеваниям. Чтобы справиться с такими неблагоприятными условиями, будет разумно использовать регулятор роста Максимун. Максимун это биологический регулятор роста, который помогает растениям справиться с фитопатогенными и стрессовыми ситуациями. Обработка Максимуном будет отличной профилактикой против такого опасного заболевания, как пероносфороз. Чтобы приготовить раствор, понадобится 100 мл препарата на 10 л воды. Кроме подкормок и обработок, не стоит забывать и про саму агротехнику при выращивании огурцов. При температуре почвы ниже 16 градусов огурцы останавливаются в росте. Огурцы крайне теплолюбивые растения. Поэтому в обязательном порядке нужно обеспечить их теплом. Даже посаженные огурцы в теплицу в холодные ночи недополучают достаточно тепла и будут плохо развиваться. Поэтому в теплицах с поликарбоната укрывайте растения еще дополнительно белым спонбондом. Посадку огурцов в грунте нужно делать только когда уже почва также прогретая. Если произвести в открытый грунт посев огурцов слишком рано, когда почва холодная, семена попросту не взойдут. Поэтому опять же следите за температурой почвы. У нас почва уже прогретая, уже достаточно тепло. Сейчас у нас днем уже больше 20 градусов тепла, ночью примерно 12 градусов тепла. Огурцы у меня находятся под укрытием белым спонбондом. Это те огурцы, которые в открытом грунте. В теплице уже огурцы немножко побольше. Там я их садил для более раннего урожая. Но, конечно, для большого урожая, для закаток я всегда высеваю огурцы в открытом грунте. По моему мнению, в открытом грунте огурцы получаются более ароматные, более сладкими и требуют менее ухода. Опять же, при агротехнике выращивания огурцов следует учитывать температурный режим воды для полива. Вода для полива, опять же, должна быть теплой. Примерно 18-20 градусов тепла. Если полить огурцы холодной водой, они пожелтеют, могут сбросить листья, заболеть пероноспорозом и вовсе погибнуть. Поэтому, опять же, следите за температурой воды. Ни в коем случае не доставайте из колодца воду, не используйте воду из скважины. Такую воду нужно предварительно прогревать, чтобы она была теплой. Часто угнетенное состояние огурцов может быть не только из-за неблагоприятных погодных условий. Это может быть действие вредителей. Обратите внимание, очень часто можно увидеть на грядках увядши огурчик. Мы думаем, что это какое-либо заболевание. И сразу кидаемся обрабатывать различными химикатами. Но вначале проверьте корневую систему. Очень часто корешки огурцов подгрызают личинки майского жука, хруща. И огурцы просто увядают. Для борьбы с различными почвенными вредителями можно использовать химические препараты и биологические. Я все-таки отдаю предпочтение биологическим препаратам. Использую для пролива грядок с огурцом для профилактики от хруща такой препарат, как метаризиум. Метаризиум – это почвенный гриб, который минерализирует вредители в почве. Он безопасен для человека и для дождевых червей. Чтобы проливать грядки таким препаратом, понадобится 1 чайная ложка гранул препарата на 10 литров воды. Нужно отметить, что метаризиум не только уберегает растения от различных вредителей, но в отсутствие вредителей в почве, переходит на питание растительными остатками и делает почву более плодородной. Уберегает растения от различных фитопатогенов. Обязательно позаботьтесь об огурцах, чтобы собрать хороший урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!